Так, давай очередной у нас с тобой урок будет. Будем дочитывать то, что мы с тобой уже разобрали письменно. Сейчас надо будет это всё обсудить. А я пока делаю салат. Хочу похвастаться. Офигенный салат. То есть берём арбузик. Свеженький, вкусненький, сладенький. Мяту, самое главное. Арбуз с мятой. Помидорки черри. Ну, главное, чтобы они сладкие были. И нектарин. Дальше. Изюм, орешки. И если вы едите сыр, то сыр фета. Всё отлично. Я сыр не ем, мне фета нафиг не нужна. Мне достаточно. Орешки любые. Можно кедровые, можно арахис, можно хоть что. Очень вкусно сочетается арбуз с грецким орехом. Нереально. Ну что, поехали. Давай читать. Я тетрадку пока не буду открывать. Я на слух тебя воспринимаю. Пока делаю салатик. Так, давай. Значит, мы остановились на 12-й странице. Закончили. Обрати внимание, что чувство защищённости, образы себя, а-ля его везде некомфортно и расслаблено, дает проявление и внешнего комфорта. Это мы на этом закончили тогда. Я, кстати, перечитал, переслушал, точнее, то, что мы первый раз ты выложила, и то, что мы в так раз вчера, как бы, это, конечно, осознание другие, со стороны смотрят совсем по-другому, и, само главное, понимание по-другому приходит. Ну, то есть сейчас, как бы, потихоньку-потихоньку... Скажи, какие выводы в итоге ты инсайта новый словил, когда пересмотрел видео? Очень интересно. Самое главное, важное для меня было, это то, что мне не надо ни через что проходить, а всё есть во мне, и что для того, чтобы эту ситуацию, как бы, для себя в жизни изменить, мне нужно было просто понять, что, если внутри меня существуют какие-то чувства, я трансмирую извне. Но во мне также есть и хорошее чувство, мне просто надо вот это вот, сделать этот баланс между двумя разными гранями, да, вот этими качелями, чтобы они схлопнулись, как ты говоришь, воедино стали, чтобы не было вот этого трансляции негатива во внешнее. Тогда, как бы, сделки начнут исполняться, жизнь будет меняться, она сейчас уже меняется. И самое главное для меня, чтобы внутри меня состояние стало меняться, вот сегодня как раз был такой день, когда я отслеживал за собой вот эти вот истории схлопывания, да, то есть когда я видел, что у меня есть чувство вот этого ощущения богатства, ты, я сложно это объяснить, но знаешь, прикольно, я смотрел на новые костюмы, которые я купил себе, у меня появилось другое чувство, раньше этого не замечал, я смотрел на новый нож, на новую книгу и так далее, на все новое, что я купил, и такое ощущение, что я это увидел в первый раз. У меня пришло какое-то осознание того, что у меня есть вот это, что у меня есть новые классные пуховики, у которых, у многих которых нет, у меня есть там то, сё, то есть у меня есть то, что я хотел, оно вот передо мной, я могу этим пользоваться. У меня ощущения стали другими, у меня пришло как будто осознание того, что я увидел, что вокруг меня есть. Я очень рада и разочарована одновременно, потому что кое-что, что я хотела, чтобы ты понял, ты понял, но базу ты опять перевернул не в ту степь, и опять делаешь большую, огромную, реально ошибку, ты должен был начать с того, что у меня инсайт, что я больше ничего не должен менять и не хотеть менять, я должен научиться принять её. А ты опять сказал, я вижу, как всё меняется, я вижу, как я могу поменять, я вижу, что надо менять, ничего не надо менять, принятие вообще на нулевом уровне просто, на нулевом. Мы каждый раз, что-то открываем. Твой главный инсайт сейчас, да, это база, с неё и надо начинать. Ты должен научиться принимать, что ничего мы менять не должны, мы должны понять, почему хорошо это, то, что происходит во вне, и наслаждаться этим. Всё, это точка, это база. Ты должен понять, что ничего менять ты не должен, ты должен научиться женской энергии принять её. Женская энергия принимать всё, как есть. Это раз, во-вторых, во мне есть хорошее и плохое, нету в тебе ни хорошего, ни плохого. Оно не имеет никакой окраски, ни плохой, ни хороший, ни позитивный, ни негативный. Оно просто есть. А вот как ты это всё используешь, это уже вопрос к тебе. Во вред себе или нет? Всё есть нужное, всё есть ты, всё есть в тебе, ты есть всё, часть всего, в тебе каждое чувство. Вопрос, что я хочу видеть в себе и развивать, и собирать, из чего должен свою целостность, например, да? Твоя первая очередная задача, что мне больше не интересен внешний мир, мне интересен внутренний. Я внешне изучаю только ради внутреннего. То есть я смотрю на внешний мир, чтобы менять себя. Но ни в коем случае мне не надо менять внешний мир, мне не надо вот это всё менять. А тебе надо. Ну то есть ты до сих пор не понял главную вещь. Вот это вот меня просто кипец злит, что я не могу понять, почему ты этого не можешь понять. Каждый раз одно и то же. Вот начинаем просто с одного и того же. Теперь по поводу чувствования себя. Я сегодня очень, ну, в основном, скажем так, находился в том, что я чувствую внутри себя. И как я вообще чувствую себя. И не то, что я создаю. Вот я не знаю, как это передать, но это было вот так. И я, кстати, мне по телефону доходит то, что ты сейчас сказала. Вот этот слад надо ещё посыпать сыром. И будет, ну, для тех, кто любит. Ну, типа адыгейского или что-нибудь такое. Ну, не солёного сильно. Хотя можно и адыгейский, солёный. Короче, будет офигенно. Но я люблю вот именно в таком виде. Я даже не знаю, орешки нужны мне уже, не нужны. Мне кажется, уже перебор на ночь. Я даже орешки не буду. Вот, посмотрите, класс. Кляненько. Я ем с косточками арбуз. Всё люблю с косточками. И даже, ну, это вот без косточек, изюм. Изюм с косточками самая прям идеальная штука. Всегда отмачиваю все орехи и изюм, и сухофрукты. Всё надо отмочить. Нельзя их употреблять в сухом виде. Ну, во-первых, грязные. Во-вторых, они насыщаются влагой, становятся очень вкусными. И плюс не обезвоживают организм. Никаких запоров от орехов не будет проблем с кишечником и с перевариванием. Если их замочить хотя бы на полдня. Слушай, а что ты говорила от бляшек, от вот этих всех сосудов? Что помогает? Ой, я сейчас не вспомню, но вообще я очень много писала разного разбора. Ну, это зелень, петрушка, это зелень, петрушка, пожитник, что ещё? И вообще всё, что ощелачивает организм, надо употреблять. А это цитрусовые, лимоны. Лимоны кислые, но они не окисляют, а защелачивают. И почему-то многие думают, что они именно закисляют. Надо просто ощелачивать организм. Ну, и чтобы в балансе это всё было. Вот, но чтобы это всё рассасывалось, печень, кровь, почки чистят пожитник. Очень хорошо пить я тебе давала рецепт. Да, я его пью. Ну вот, пей, всё отлично. Просто завтраки, как раз и мне сегодня видео вышло. Поменяйте все завтраки. Чио, лём, кенуа, зелёная гречка. Или какие ещё семена могут быть? Что курят? Что ещё смысл? Коноплю, блин. Семена конопли. Вот, всё это можно смолоть утром водичкой залейте и с фруктами. Очень круто. Просто, это самая большая кладезь, вся таблица Менделеева, кладезь всех витаминов, полезных веществ. Там и кальций, там и цинк, там и железо. То есть, семена очень полезны. На завтрак, за место вот этих яиц, за место хлеба, за место масла, за место всей вот этой токсичной еды, которая как раз-таки, и вот этих холестериновых бляшек-то и образует, потому что холестерин, он не идёт на расщепление жиров и питание клеток головного мозга, а он просто тупо идёт и откладывается в холестериновые бляшки, из-за того, что у нас сильно, во-первых, кислотность повышается от такой еды. Яйца, это вообще очень сильно окисляет организм, насколько они... Одно-два яйца, это вообще потолок должен быть, а кто-то по 10 штук ест их каждый день. Это, ну, как бы инфаркт к 40 этим спортсменам яичным. Прям каким бы они там спортом не занимались, показан. Инсульт. Так, это я выписал, это я выписал, это я выписал. То есть пойми, пожалуйста, что твоя задача, вот когда ты только перестанешь хотеть изменить проблему, изменить реальность, изменить своё здоровье, изменить своё тело, если ты откажешься от изменений, а примешь и начнёшь разбираться, почему я так хочу, почему это хорошо, почему именно так мне надо в этом кино, именно в этом кадре участвовать, в этом аватаре, проходить именно эту игру на вот этом уровне, почему именно я такую игру создал для себя. И что я не хочу менять, я просто хочу здесь оглядеться, посмотреть, пройти, погулять, собирать монетки, поубивать монстриков, поразгадывать загадки. То есть почему я именно в этой игре сейчас, надо принять, что это круто, это классно, я играю, я пришёл сюда учиться, прокачивать себя, я не должен декорации игры менять, а твоя задача менять, менять, менять. Я хочу изменить мир, и поэтому я буду себя менять и наблюдать, чтобы менялся внешний мир. Так не получится. Ты ещё больше уроков и шишек будешь себе набивать с таким подходом. Когда у тебя будет желание только... Вот смотри, все внешние желания, абсолютно все внешние твои желания, деньги, машины, хорошее тело, здоровье, долголетие, квартиры, бизнесы, сделки, миллионы, чтобы не хлопали, как это называется, там, слава, вершины все-всего, крутизна, я такой классный, я там всем всё покажу, докажу. В общем, вот эти все желания, внешние, они нужны только для того, чтобы почувствовать себя счастливым, радостным, энергичным, здоровым, нужным, счастливым, ну, как в любви, любовным, любви, в любви. Короче, чтобы чувствовать любовь, можно одним словом написать. каждое желание, вот твой дорогой пиджак ничем не отличается от недорогого, допустим, с одной же, той же ткани сшитой, одними и теми же мастерами, и даже, я даже на тысячу процентов могу сказать, взять тот же Louis Vuitton, взять любой другой бренд, я не беру сейчас Chanel, но вот, Louis Vuitton, какие же ещё, просто самые отстойные, там, Dior, качество, вот ты покупаешь эти сумки, там, обувь, они у тебя тут же, блядь, разваливают, у многих, ну, может быть, какие-то у тебя, они развалились, ладно, качество, ноунеймов, в разы, вот я купила этот, скажи мне, у меня сумка, последняя, нет, не последняя, винета ботега, да, на неё пылинки надо вздувать, но настолько, вот просто, как бы, если бы я месяц с ней походила, она бы у меня просто бы развалилась в хлам, настоящая, да, неважно, возьмём два костюма, ты хочешь себе костюм подороже с лейблом, зачем? Объясню, во-первых, у меня костюмы все сейчас, только индивидуального пошива, а не без лейбла, хорошо, зачем? а потому что, объясню, потому что, во-первых, ты выбираешь нормальную ткань, которая не мнётся, у меня, к сожалению, компьютер отключился, потому что сел, пошла за зарядкой, вот такие дела мои дорогие, ждите вторую серию, сейчас вам расскажу очень интересную тему, костюм, спасибо,